ПОДМОСКОВНАЯ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНАЯ ВЕЧЕРА ПОДМОСКОВНАЯ ВЕЧЕРА КОНЕЦ ПОДМОСКОВНАЯ ВЕЧЕРА избранных. Поскольку я сам из провинции, то для меня вот все, что было связано не только с космосом, а с Москвой, под Москвой, все это было далеко-далеко, на подступах. А когда это случилось, то я думаю, это выигрыш в лотерею, то, что мне довелось не просто стать участником этого кинопроекта, но и пройти общекосмическую подготовку, в центре подготовки именно Гагарина, и даже на государственных экзаменах стать членом, одним из членов экипажа 28-й экспедиции. Вот среди наших зрителей очень много людей, которые имеют непосредственное отношение к космосу, непосредственных специалистов, и, наверное, будет очень интересно. Безусловно, в 2000 году пестрели и газеты, и средства массовой информации вашими фотографиями, и рассказов об этих событиях, но все-таки вот из первых рук, как это было? Давайте сначала. Да, пожалуйста. Это было связано с проектом Юрия Карра. Это был кинопроект, да. Однажды, как в этой жизни все бывает, однажды раздался телефонный звонок Юрия Карра, да, который сказал, что вот у него есть очередное ко мне предложение. Я снимался у него в предыдущих проектах, а именно в «Горы в законе» и «Мастер Маргарита». И когда Юрий сделал мне это предложение, то я отнесся к нему нормально, но очередной кинопроект. Единственное, только… То есть он вам не сказал, что было… Сразу он не сказал. Он предложил мне вначале ознакомиться с первоисточником, каковым являлась повесть Ченгиза Айтматова «Тавро Кассандры». Потому что, говорит, литературный сценарий будет немножко отличаться, а вот это отличие было, что в реальных условиях съемок. Поэтому прочти сначала первоисточник. Я прочел, мне это действительно показалось интересным, любопытным. И мой герой, и сама история. А фильм «Последний полет»? Последнее наименование было «Приз полет в космос». «Приз». Но вы правы абсолютно, что я позже немножко скажу, почему «Последний полет». Дело в том, что, поскольку здесь много людей, как вы говорите, непосредственно связано с космонавтикой, у космонавтов не существует синонима или термина «последний». Надо говорить «крайний». Так вот, когда у нас были, я имел его экипажа, когда я уже занимался в составе экипажа, и Валерий Трунов проводил занятия по приземлению, то укладчики сказали, «Владимый Александрович, очень странное впечатление на Байконуре среди тех, кто укладывает груз личный, произвели реквизиты вашей, скажем, кино вашей всей этой кухни, потому что все они были, там у всех помечены обязательно, кому что принадлежит. Так вот, СВ, под которым стекло «Фладимир», я был, да, был помечен как «Последний полет». То есть это было в буквальном смысле читалось немножко так. И действительно полезно, «Последний полет», а потом «Последний» не употребляется. Так вот, когда я высказал свои впечатления по поводу поезда, тогда уже Юрий Карр, как бы считая, что достаточно меня вовлек в эту всю историю, он мне сказал, что ты знаешь, конечно, в отношении тебя не будет никаких кинопроб, потому что ты для меня безусловная фигура, но тем не менее... То есть вы были сразу и вне конкуренции? Да, да, ну нет, конкуренция предлагала только один характер этой конкуренции, а именно пройти в МБП, в Институте медико-биологических проблем, пройти обследование, а потом начать подготовку. Вот только это могло повлиять. И когда он мне сказал, что предстоит в связи с этой фантастической идеей, что уже существует договоренность и все прочее, я отнесся к этому как не то чтобы с недоверием, а ну как это. Во-первых, я работаю, я востребован, и, конечно же, можно отлучаться на съемки, но вместе с тем на короткий какой-то срок. И любая киноэкспедиция, это сроки даются заранее, ты готовишься. А здесь... Насколько я помню, я извиняюсь, что перебиваю, вы ведь на тот момент работали в пяти театрах. Да, ну да, это так и было. Так вот, контракт предполагал не сниматься параллельно нигде в кино и до минимума сократить работу в других местах. Но это действительно так сложилось по специфике. И вот я приехал в МБП, в клинический отдел, и после того, как со мной состоялась беседа, предварительно сказали, что надо привезти все существующие медицинские справки. Хотя они потом и не понадобились, но тем не менее я объездил и узнал адреса хотя бы всех диспансеров над психоневрологического, наркологического, кожно-венерического и прочее. Ну что-то, как бы, да, туб-диспансеры и прочее, прочее. Все это, как бы так, это было, носило формальный характер, потому что там все ты вот и проходил. И у меня начались часть обследования была амбулаторна, то есть я к 8 утра туда приезжал и проводил там целый день до спектакля. А те тесты или те обследования, которые требовали стационарного привлечения, то я вот находился там у них в клиническом отделе, то есть, что называется, ночевал и все. И вот так продолжалось три месяца. Более того, значит, были всякие казусы интересные. Я помню свое первое знакомство с Нкуком и Пкуком, это вот кресло вращающее. Когда я туда вошел, мне сказали, ну вот у нас зачет, это 10 минут и 15 минут, а для ознакомления сейчас 2 минуты вас покрутим. А это вот такая вот полусфера. они говорят, ну, разные будут, наверное, ощущения у вас, но вот на всякий случай тазики у нас стоят. Да, тазики и тренки у нас стоят. Ну, я прокрутился, почувствовал, конечно же, определенный дискомфорт и очень расстроился по этому поводу, на что мне сказали, что не переживайте. На самом деле, там где-то только вот до 48, там, 50% людей на земном шаре, скажем так, поддаются вот этим и очень небольшой процент, ну, для которых это безразлично, то есть, крути сколько хочешь, а все остальные, что называется, негоден, негоден, негоден. Там еще во время кручения еще сгибаются, разгибаются. там не только разгибаются и сгибаются, там звучит, значит, метроном, и ты в такт этому метроному или наклоны вниз-перед, или, ну, видите, вот вам это хорошо знакомо. И опять-таки, есть НКУК и ПКУК, чем отличаются, вы тоже знаете, непрерывные и минуту туда, минуту в другую сторону. Перед каждым тестом тебя прописывают, а именно, значит, артериальное давление, пульс и прочее, прочее. Ну, и вот я, конечно, немножко огорчился, мне сказали, вы знаете, вы поддаетесь тренировке, так что, так что. И потом это был один из любимых моих таких, что называется, тестов, потому что, опять-таки, я помню, накануне своего первого полета, на невесомость, на Ил-76, я тоже, ну, как бы, мне посоветовали накануне покрутиться, чтобы прийти сюда. И действительно, я очень хорошо, я вот и помню этот восторг, когда я первый раз, то есть, теоретически, все было понятно, все знакомо, я много смотрел видеоматериала по этому поводу, много инструкторы со мной занимались, и парашютной подготовкой, я, правда, сам не прыгал, но парашютную подготовку непременно, потому что ты взлетаешь, когда начинается полет на невесомость, обязательно с парашютом. Так вот, когда это случилось, и вот пошел режим невесомости, 25 секунд, я, конечно, вот вспомнил сразу свои, ну, не мгновенно вспомнил, а через какое-то время вспомнил свои сновидения, то есть, вот полеты, что называется. Вот я во сне летал именно так, и это было, конечно, с одной стороны и восторг, а с другой стороны, вот, ну, какой-то восторг, граничащий с ужасом, знаете, вот гибельный восторг, как Владимир Сеонович, есть гибельный восторг, это было здорово. И так это было, я помню, в первый полет у меня было 10 горок, вот, и я однолунная была, и я, значит, ну, даже не успел, что называется, вот, испытать всю эту радость, а потом, когда уже, причем я не работал ни с грузами, ни со скафандром в первом полете, потом уже и со скафандром, и с грузами работал, страха не было, никакого нет, это только восторг, я говорю, только упоение. Немножечко давайте, зрители, ведем в курс дела, то есть, вы были, предполагались в космическом корабле в трех ипостасях, в роли космонавта-исследователя, в роли оператора и в роли актера. Ну да, и в роли главного действующего лица. Да, именно так, потому что там и была и киноподготовка, и фотоподготовка. В данном случае вы не были просто пассажиром, а были еще как член экипажа, как космонавт-исследователь. Более того, у меня сохранился контракт, заключенный СМП «Энергия» по поводу обязанностей космонавта-исследователя, что я должен был делать на корабле, во всяком случае. То есть, вас этому учили дополнительно? Конечно. Нет, я думаю, что это было основное. Вот это было основное. То есть, три члена экипажа. Надо сказать, что я сдавал зачеты, экзамены по всем, скажем так, по конструкции, компоновке и транспортного корабля, и ТМ, и Союз, и по конструкции, и компоновке орбитального комплекса «Мир», по всем его модулям. Это были экзамены. Так что... То есть, обычный экзамен член отряда космонавтов? Да, у меня только не планировался выход. Выход был у командира, у Сергея Залетина, то есть, запланированный, и у бортинженера Александра Калери. А я в это время должен был оставаться, конечно, в базовом блоке и, что называется, следить за тень, свет, за радиосвязью и прочее, и прочее. Так что, это тоже было достаточно ответственно. Но это было здорово. То есть, могло быть здорово. Но вам не предлагали стать членом отряда космонавтов? Нет, но я думаю, что это настолько, я вам скажу серьезно, вот я об этом знал только, ну, во-первых, по наслышке, а во-вторых, действительно, это достаточно закрыто, и все было. Но вот счастливое истечение обстоятельств позволило мне поближе узнать этих людей, узнать специфику их вообще деятельности, работы. Я понимаю, что это, это помимо, значит, мужественности, смелости, это огромное количество знаний, умений, и это профессия, профессия, которой нужно овладевать, овладевать и овладевать. И еще терпение, еще терпение, это вот как Нина Заречная говорит, «Неси свои кресты верой». Я готовился год, а командир экипажа Сережа Залетин в то время уже 10 лет имел стажа, но еще не было ни одного полета. Вот не было полета, потому что, ну, скажем так, вот к 40-летию вышла энциклопедия космическая, где мне посчастливилось тоже, у меня там есть маленькая страничка своя, то есть, ну, не маленькая, а просто страничка, где написано «Опыт космических полетов не имел». Но вот зато вот такое приобщение к отряду. И что мне написано, космонавт? Ну, да. Космонавт и следователь. Ну, возьмите, она, наверное, не радиотизмная книга, хотя она, да, эта энциклопедия была выпущена небольшим тиражом, презентация была в гостинице «Космос», по-моему, в 2000 году. И почему же все-таки не состоялась? Банальная причина кончилась деньгей? Да, за 16 дней до старта, когда мы уже сдали ГОСы, сдали так называемые комплексные тренировки в составе экипажа по транспортному кораблю один день был, и на следующий день был по орбитальному комплексу. Вот. То есть, получили отличные оценки. Вот. и в центре подготовки, где, вы знаете, да, помещены фотографии всех членов экипажа и их позывные, что называется, вот там висит и сейчас, и я думаю, что будет висеть наш экипаж, 28-я экспедиция, где я тоже, вот, запечатлен. Ну, вот. А потом как-то контракт не вступил в силу, как мне Горбунов объяснил, вот, что контракт не вступил в силу. Я не буду вдаваться подробностей, потому что это не моя история, то есть, она коснулась меня, но это не моя история. Ну, я, собственно, не о подробностях, а я хочу понять, то есть, есть ли планы закончить этот фильм? Я не могу, я не могу об этом говорить, потому что, опять-таки, это не моя, я не владею этим вопросом настолько, чтобы с уверенностью сказать. Я знаю, что существует сейчас попытка, я не могу сейчас это озвучивать, потому что, опять-таки, это не моя информация, но попытка каким-то образом завершить эту историю, она, конечно же, существует и до сих пор. Владимир, вот мы несколько времени назад говорили о том, что невесомость напоминает полет, и вы сказали о том, что я летаю во сне. Есть какое-то такое мнение, что вот во сне летают дети. То есть, вы хотите, что у меня затянувшийся инфантилизм? ни в коем случае. Я хотела спросить немножечко о другом. О чем? Мне казалось, что это такое вот не только дети, но вот романтики какие-то. Вы романтик, то есть, действительно, вот. Ну, я не могу себя каким-то образом классифицировать, кто я, что, но мне эти порывы свойственны, будем называть их вот романтические, не знаю, они мне действительно свойственны, и я не пытаюсь гасить в себе эти проявления, а мне не просто свойственны, но и дороги. Вот. вот эти полеты, вот эти полеты, они, я говорю, удивительным образом срифмовались вот с тем, что я ощутил при первом полете на Невсоросте. Вы сказали, что вот у вас в детстве, да, когда-то была мечта, вот связанная там с космосом, с полетом. Не было такой мечты. Я же... Ну, скажем так, было далеко. Хорошо. Нет, я имел в виду, что всех мальчишек того времени... Хотелось стать космонавтом. Мне не хотелось стать космонавтом, только по одной простой причине, потому что я, ну, ну, как Жванинский говорит, я никогда не буду женщиной. Интересно, что они чувствуют. Вот поэтому я никогда не думал в эту сторону, потому что я понимал, что это ни в коей мере... Я вообще человек достаточно не мечтательный. Я скажу, почему. Хотя, может быть, и мечтательный. Но приземленный я козерог по знаку, и я вот, ну, какие ваши творческие планы или мечты? Я начинаю говорить о том, что вот я сейчас поеду в Подлипке на телевидении и буду там беседовать с Кирой. А дальше? А дальше у меня будет спектакль. А завтра? А завтра у меня будет премьера в городе Королеве. Ну, а, скажем, вот через полгода. Не знаю. Почему? Вы не знаете. Ну, потому что... А вот планы есть? Планы есть. Но я говорю о том, что я... О чем я знаю. А планы... Я не из категории людей там, скажем, Манилов, как говорил о том, что вот как замечательно построить мост или какую-нибудь башню, как было бы здорово от этого. Я достаточно... То есть нереалист. Я говорю, вот мои мечты и планы это то, чем я занимаюсь сегодня. Ну, может быть, вот как раз в этом моменте судьбы космонавтов несколько соприкасаются с судьбами актеров. Конечно, далеко не всех. Абсолютно не правда. И ехать туда надо будет третьим классом. И образованные купцы будут приставать с любезностями. Но! Надо нести свой крест и веровать, что однажды может быть... Может быть... А может быть и нет. Какой-то есть грузинский тост, я его не очень точно помню, но смысл такой, что в жизни каждого человека, не кого-то избранного, а каждого человека, бывает тот самый белый конь. Проблема только в одном. Никто не знает, когда он проскачет мимо тебя. Поэтому ты каждую секунду должен быть готов вскочить на него. Говорили мне, что в жизни... Кто-то много вам говорил обо мне, Кира. Есть у нас с вами общие знакомые. Не буду я их пока открывать. Пока. Ну, тем не менее, вот говорили о вас как человеке все-таки в жизни которого случалась некая цепь мистических событий. Ну, говорят, вы даже ведьму видели. Ну, да. Но я об этом, я думаю, что и публично где-то я говорил, поэтому нет ничего удивительного. Но это и так, или не так. Просто как-то, я не знаю... Я коротко об этом могу рассказать. Просто однажды в армии мне приснился сон. Странный, странный, но мне приснился сон. Некий мой двор. Почему я говорю некий мой? Потому что он одновременно был и мой, схожим с тем двором моего детства, и в то же время какой-то вот иной. Но я его сразу же узнал. В этом дворе было много-много бельевых веревок и белья, белья, белья. Я увидел у подъезда дома стоящую спиной ко мне женщину или девушку. И вдруг она почувствовала, что я смотрю на нее, она повернулась и посмотрела на меня. В ней не было ничего отвратительного, не было ничего ужасного, никаких никлыков. Она была милая, но я понял, я испугался очень, что это что-то страшное, что это ведьма. И она пошла на меня. А я стал от нее уходить, прячась за это белье. А ноги стали сразу же ватными, знаете, как во сне, когда ты с трудом, как бы парализованные ноги. Такой сон часто мне снится. Я не понимаю, что такое делается с моими ногами. Я пугаюсь этого жутко, потому что я люблю подвижный образ жизни, я играю в футбол, люблю это. И вот ощутить такие ноги, я думаю, какой это очень... Так вот, я никак не мог от нее уйти. И когда я от ужаса, потому что она подходила все ближе и ближе, от ужаса сообразил, что это мне снится, и что надо проснуться, чтобы спастись, я проснулся. Я проснулся и увидел вот ту самую свою казарму, окно, рядом с которым я лежал. Здесь вот стояла рядом тумбочка и кровать моего, значит, соседа. Я лежал, горело там дежурное освещение. Очень тяжелое было дыхание, знаете, как после бега и вот, хотя ты же спишь. И я набрал, выдохнул там воздуха, повернул голову и вдруг у тумбочки открылась дверца. Сама? Да, сама открылась дверца и оттуда показалась голова этой самой женщины и рука. Ну, стало страшно. Стало страшно и я, знаете, как это вот с этой стороны окно, да, а вот здесь там через проход кровать другого человека. И вот было ощущение, что вот надо перебраться туда, к людям, ну, то есть к нему, к живому. И я попытался через вот этот проход и через нее, как бы сперху, пролезть, перебраться туда, к нему. Но все это вот носило такой какой-то замедленный характер. И тут я проснулся. Владимир, сейчас вы играете уже, наверное, в шести театрах, насколько я понимаю. Такая разница, ну, не количество определяет качество. Это, наоборот, когда много, это плохо. Это называется такой поток, который размывает что-то. Я не сторонник теории, что количество переходит в качество. Это не так. Но что надо быть постоянно в тренаже, это да. Потому что я же не обы что играю. Я работаю в каких-то проектах, которые мне сами по себе очень интересны. Скажем, я играю в спектакль в театре Сатирикон «Жак и его господин». Мне очень нравится быть на площадке, помимо того, что там с Константином Райкиным, мне очень нравится быть со своей старшей дочерью Агриппиной. Я получаю от этого удовольствие. Ну, и так можно продолжить. У меня есть какие-то обоснования, присутствия своего во многих местах. Но хотя это не так уж и много. Вы сейчас сказали о постоянном тренаже. Я вспомнила, как вас называют друзья. Вы знаете сами об этом? А именно? Вечный двигатель. А, ну это так, шутка. Так по-всякому говорит. На самом деле работают люди, с которыми я встречаюсь и общаюсь, мои коллеги, работают все очень много. И это хорошо. Знаете, вот она, что называется, ангажированность или востребованность, это, ну, не самое плохое состояние, да? Потому что хуже, когда хуже, когда ты... У меня вот появился загородный дом вот с конца лета, ну, скажем так, с сентября месяца. Я мечтал, как я буду туда ездить и там не только отдыхать, но что-то делать. Не хватает на это времени, потому что очень много поездок. Очень много поездок, очень много. Я вот закончил сейчас две картины. Одну из них «Темная лошадка». Уже она находится в монтажно-тонировочном периоде. А вот недавно я снялся, уже тоже закончил в картине Александра Велединского по повести Лимонова подросток Савенко. Так что вот это... И каждый день репетиции. Раз уж мы заговорили о доме, может быть, раскроете секрет хотя бы, где он территориально находится, как он выглядит? Квартира или дом? Дом, загородный дом. Ново-Рижское шоссе в сторону Нахабина, то есть 15 километров от МКАДа. Значит, жители Ново-Рижского шоссе 15 километра от МКАДа имеют возможность встретить Владимира Стеклова на даче? Конечно, да, конечно. Я когда там на заправке заправляюсь, хотя я здесь тоже заправляюсь, когда спрашивают, вы у нас здесь живете? В Матейщих, небось, да? Я говорю, да, вот просто вот. В Валентиновке? Нет, говорю, не Валентиновке, я здесь на репетиции приезжаю. А с соседями своими по даче дружите в беседках вот таких, похожих сидите. Я сказал, вы, я, наверное, невнятно говорю, я сказал, что у меня даже нет времени, чтобы там находиться и быть. Ну, просто нет. То есть он номинально пока только существует. Я себя оправдываю тем, что вот сейчас закончу это, а там наступит весна-красна, начнутся весенние полевые работы, и уж тогда-то я, а если учесть, что у меня весь апрель в Америке, две поездки, сначала с одним проектом, потом с другим, а потом еще и Израиль, потом сейчас я уезжаю со спектаклем события в Швейцарию, то это только мечты. Владимир, желаю вам, чтобы у вас при вашей огромной загруженности все-таки все-таки больше чуть-чуть хватало времени отдохнуть и расслабиться. На вашу замечательную удачу, чтобы чаще было... Ну, я приехал сюда, отдохнул, выпил две чашки чая, расслабился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова